добрый день мастер вы часто используете такое понятие как прана или жизненная сила можете пояснить что это такое и как мы можем ее почувствовать или увидеть своим зрением про на жизненная сила это то что формирует пространство из этого состоит весь мир проще говоря это некая сила энергия которая является основой для жизни для всего что вы чувствуете видите это основа атомов за атомами стоит прана жизненная сила прана сама состоит из пяти видов энергии прана апана вьяна удана самана вот эти вот пять видов энергии они взаимодействуют между собой образуют поле мощное это поле вы можете почувствовать как атом а там на самом деле это не частицы это свет свет энергии но мы воспринимаем именно а там как нечто что можно потрогать образно говоря потому что возникает электромагнитное поле вращающиеся электроны вокруг атома создают магнитное поле и тогда мы можем трогать чувствовать предметы плотность соответственно если вы понимаете что все есть энергия то тогда вы воспринимаете эту жизненную силу с точки зрения как основа всему из которой возникает все формы и всего что вы называете жизнью все что вы можете потрогать как вы можете ее почувствовать в обычном состоянии человек не можете чувствовать потому что это очень тонкая энергия вы можете почувствовать температуру своего тела обычно человек он ее мерит он может почувствовать да немножко прохладно немножко тепло и так далее а эта энергия она очень тонкая если вы занимаетесь практикой вы вы можете чувствовать ее. Когда вы занимаетесь медитацией, вы погружаете ум в тело. Погружая ум в тело, вы начинаете чувствовать то, что за пределами физического тела. Это эфирная часть, но прана еще глубже, еще тоньше. Поэтому требуется развитие, требуется развитие сознания, пробуждение нейронов, межполушарных связей. Тогда вы начнете чувствовать вещи за пределами того, что можно потрогать. Увидеть ее можно тогда, когда вы практикуете медитацию на звук и свет, потому что вы также развиваете центры, которые способны видеть за пределами обычного зрения. Это дело времени. Прана и энергия – это одно и то же? Прана – это энергия, прана – это просто на санскрите. Вы, в принципе, можете увидеть прану, частицы этой пранической силы или элементы, если вы открытыми глазами посмотрите в синее небо, в солнечную погоду, и вы увидите огромное количество кишмя, кишащих, так называемых световых частиц – это элементы праны. Мерцающие, как червячки. Да. Это элементы праны. Иногда вы видите праническую энергию, когда видите боковым зрением вспышку света, тот или иной оттенок, тот или иной оттенок видите – это элементы праны. Но прана еще глубже, еще дальше, еще тоньше. Можно сказать, что прана – это вибрации звука и света, по большому счету. Можем ли мы научиться управлять праной и для чего это нужно? Чтобы научиться управлять праной, а мы можем этому научиться, только для этого нужно понимание, требуется регулярное практикование йоги, медитации, концентрации медитации вплоть до самадхи. Тогда вы сможете научиться управлению жизненной силой праны. Это все происходит тогда, когда вы формируете в себе сознание через практику, через духовную практику – садхану. В данном случае мы говорим о крие йоге. Управление праной необходимо для того, чтобы вы научились управлять своей жизнью, потому что прана – это основа жизни. Жизненные функции этого тела – они все выстроены благодаря присутствию праны жизненной силы. Взаимодействующие пять видов энергии, образующих ваше тело, допустим, это и есть праническая сила. И взять под контроль ее можно тогда, когда вы пробуждаете сознание в себе, через которое вы берете под контроль. Тем самым вы управляете процессами в теле. И что это дает, когда мы возьмем прану под контроль? Как минимум, это дает состояние покоя, тишины, радости, отсутствия болезней, присутствие творческой силы. В вас пробуждаются силы, сверхспособности. Насколько это сложно взять прану под контроль? Настолько, насколько человеку сложно заставить себя заниматься. Сколько времени требуется для того, чтобы получить первые результаты и уже почувствовать что-то, какие-то изменения? Если у вас есть хорошая настойчивость, искренность, достаточно одной минуты. Но кто-то эту минуту длиной в жизнь воспринимает. Все зависит от того, насколько вы увлечены тем, что хотите. А можем ли мы через управление праной или через познание праны, может быть, познать Вселенную? Через познание праны вы познаете всю Вселенную. Через то, чтобы познать атом, вы познаете всю Вселенную. Тот, кто познает атом, он познает всю Вселенную. Атом ближе к нам. Атом есть совокупность этих энергий, это есть концентрация этой силы. Если вы познаете себя, и ваше сознание доходит до уровня атомарного восприятия, вы познаете всю Вселенную. Можете немножко рассказать подробнее этот процесс, как происходит восприятие атомов? Потому что представить можно, а как это почувствовать атом сложно. Наше тело состоит из органов и систем. Я об этом часто говорю на семинарах. Органы и системы – это то, что вы знаете, то, что вы элементарно можете воспринять. Но не все люди чувствуют свои почки, не все люди чувствуют свой желудок только тогда, когда они наедятся. Не все люди чувствуют различные части тела. Требуется развитие ума, который должен быть прикован к этому телу, и проникающая сила этого сознания должна почувствовать по-настоящему ваш телесный храм. Это первый уровень. Работая таким образом, вы развиваете мозг, вы пробуждаете нейроны. Воспринимающие способности мозга, передающие способности мозга. Отдельно взятые качества. Вообще весь головной мозг начинает работать очень интенсивно. Ваши нейроны пробуждаются. Когда вы это в практике достигаете, вы способны чувствовать более тонкие проявления этой энергии в теле. Это будет эфирный план. Органы и системы ваши состоят из клеток. Вы начинаете чувствовать, что вы входите во взаимодействие с клетками, затем с молекулами. В наших клетках огромная сила. Любая клетка сильнее в тысячу раз любого вируса. Почему мы не используем эту энергию? Потому что у нас нет связи. Поэтому занимаясь энергизацией тела, о которой мы часто говорим, мы восстанавливаем связи. Мы воссоздаем новые нейроны, новые связи нейронные. Тогда у вас есть возможность погрузить сознание вглубь себя. Это путь внутрь себя. И через восприятие того, что есть клетка, через восприятие того, что есть молекула, вы выходите на более тонкие газообразные состояния восприятия этих молекул и клеток. Более тонкие. За этим находится атом. Вы начинаете взаимодействовать с этим атомом через своё сознание. Начинаете понимать, как устроена молекула и клетка, как устроен атом, что за этим стоит. То есть, ваш мозг, ваше сознание начинает пробуждаться, становится ещё более чувствительным, прозорливее. И, скажем так, вы начинаете видеть, понимать это знание внутреннее. За этим атомом уже возникает чистое взаимодействие с энергией. И такая работа позволяет вам сделать неимоверное то, что в обычной жизни не происходит. Вы можете познать качество всех видов энергии, как они работают, как они с вами взаимодействуют, как они формируют ваше тело. Постоянно из астрального плана даются элементы в жизнь. Они кристаллизуют себя в виде особых элементов, формирующих тело. Какая-то сила удерживает почки постоянно в таком положении, другие органы, в целом системы. И эта сила, она живая, и вы входите во взаимодействие с этой живой силой. Это пространственное сознание и ваше сознание, которые начинают взаимодействовать друг с другом. Через это взаимодействие вы постигаете мир. Но в реальности я же ведь рассказывал, что есть теория сосуда тассынентальной силы. На семинаре я об этом говорил. И там более подробно дается схема, как происходит это взаимодействие, как вы развиваетесь, как вы мудреете. Эта мудрость, она возникает изнутри вас. Почему? Потому что вы в практике создаете условия, при которой этот мощный магнетизм, привлекая все энергии, позволяет вам ускорить процесс вашей эволюции. Так работает крия йога. И поэтому за одну жизнь вы можете познать, что есть космическое сознание внутри вас. Можем ли мы как-то использовать прану, например, материализовать предметы или каким-то еще образом управлять праной? Вы можете это делать, но на тот момент, когда вы будете способны это сделать, у вас появится понимание, что в этом нет необходимости. Только в крайнем случае. Потому что цель йоги не в этом. познание или мудрость, к которой вы стремитесь, она вам даст понимание того, что в этой жизни и так все существует, все самодостаточно в мире. Все существующее, оно есть. Конечно же, вы можете что-то сделать для себя, если вы посчитаете нужным. Но опять же, это же работа эго, когда человек что-то для себя делает с какой-то целью. Это же работа эго. Обычно мастера на этом уровне это делают для кого-то в крайнем случае. Нет демонстрации, но, конечно, вы можете это сделать. Для этого нужно познать себя. Для этого нужно хотя бы научиться правильной концентрации. Когда у вас есть достаточно сил удерживать идею, моноидею, без отключения. И сила концентрации должна быть как минимум 12 секунд чистого сознания на одной идее. И тогда вы сможете. А если это прана, это энергия или нечто, что заполняет все во Вселенной, то кто управляет этой силой? Этой силой управляет тот, кто стоит за жизненной силой праны. За этой праной стоит Дух Святой. Или в йоге мы называем это трансценентальной энергией. И этот Дух, он сам осознает себя абсолютно, проявленный в виде этой силы, в виде этой энергии. За этой энергией стоит уже сам Абсолют, сам Творец. Творец, вибрируя, выразил себя как Дух, ну или Святой Дух, или трансценентальная сила. Затем эта сила, самосознающая сила, которая поддерживает мир через звук и свет, через аум, она вибрируя становится более проявленной, то есть более материальной. Это жизненная сила прана. Жизненная сила прана в себе содержит все знания о Боге и Вселенной. Абсолютно все в себе содержит. Но есть один минус. Она не осознает. А здесь уже осознанность теряется. Поэтому наше тело не осознает себя. Поэтому люди спят. И вот чтобы пробудиться, мы испытываем сложности. Поэтому наша задача взять под контроль наше сознание, направить его на саморазвитие. И тогда, одухотворив материальную природу, сделав очень осознанной клетку, свое сознание в первую очередь, клетку, мы делаем осознанной вот эту вот жизненную силу прана. И через нее движемся уже дальше. Поэтому за праной жизненной силой всегда стоит Творец или Святой Дух, если хотите. Можете еще пару слов сказать, как в Крии происходит работа с праной? Чуть подробнее. Когда вы садитесь в практику, я говорю о том, что нужно научиться концентрироваться. Мы начинаем чувствовать тело, равномерно все его части тела. Затем, когда вы продолжаете работу над собой, чувствуя уже некоторые изменения, вы погружаете ум все глубже и глубже в ощущение, восприятие самих себя. На пути к этому ум приобретает определенные качества, свойства. В конечном итоге работа происходит таким образом, что все, абсолютно все части тела воспринимаются вами как единый принцип, как энергия. Этому способствует медитация на звук и свет. Энергизация внутри позвоночника способствует тому, чтобы ваши чакры, пробудившись, отдавали те знания, которые себя содержат на тонких уровнях. И через эти знания вы постигаете мир и всю Вселенную. И там же есть знания, как управлять жизненной силой. Но управление жизненной силой происходит через ментальную концепцию, где вы, настроив себя на то, что вы хотите, удерживаете в сознании эту концентрацию и входите в состояние медитации. В состоянии медитации, глубокой медитации дыхание останавливается. В итоге вы входите в самадхи. Это очень поверхностное объяснение. Спасибо, мастер, большое за это. И вам всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода